Растение из Союза. Калачик дома. Почему у калачика герань? Сохнут листья. Слушайте, в сегодняшней ауди статье, чтобы быстро устранить проблемы с листьями калачика. Калачик – домашнее название пеларгонии или герании. Растение радует цветочными шариками каждую весну. Южное происхождение заложило в калачике глубокую любовь к теплу и солнечному свету, поэтому в домашний уход выстраивается полпростой и благоприятной для цветоводов схеме. Почему у калачика желтеют листья? Зимовка проведена неверно, размер горшка больше, чем у корней. Интенсивные лучи или скудное освещение забыли подкормить. Поскольку вхождение растений весеннее празднество пышного цветения начинается с конца периода отдыха, то стоит детально разобраться в особенностях зимнего ухода. Постепенно герань перестает поливать, сокращают регулярность процедур по несколько раз в неделю-полторы и подкармливают строго по графику. Один раз в месяц, чтобы не увяло. В период зимовки солнечный свет сокращен до минимума, калачик переносится на причиненное место в доме. При этом не должно быть сквозняков, перепадов температуры или повышения влажности воздуха. Перечисленные условия – критерий того, что зимовка проведена верно. По весне часто проводят пересадку калачика в новый горшок. Используют емкость точно по размеру корневой системы, так как в большом горшке калачик теряется и перестает расти, а в тесном желтеют листья из-за отмирания корней. Несколько пересадок приобщают начинающего цветовода и сформируют отличную привычку покупать в магазине тот горшок, который надо. После зимы калачик переносит на освещенное место. Солнечный свет рассеянный, прямые лучи оставляют ожоги на листьях, которые могут казаться общим пожелтением листовой пластины. Недостаток света в период, когда корни пробудились и двинулись в рост, приведет к торможению основных процессов. Листовая масса начнет желтеть. К другим причинам ржавчина, пятнистость, бактериальная гниль. Возникшие заболевания передаются через почву и проявляются из-за неправильного ухода. Важно соблюдать постепенное увлажнение и просушивать корни в горшке перед следующей процедурой. Как только образовались желтые пятна и цветовод, исключив перечисленные выше проблемы, не может найти решение, тогда нужно срезать здоровые листочки и рассадить их, чтобы спасти хотя бы часть своего любимого цветка. Для того, чтобы справиться с гнилью, нужно обрезать пораженные участки, закрыть места срезов порошковым фунгицидом или дрейсной золой, а почвенную смесь пролить препаратами. В период активных заболеваний нужно максимально точно проводить уход, без колебаний температуры, перепадов освещения, влажности воздуха и постоянно контролировать состояние почвы. Какими препаратами воспользоваться? Фондозол, витарос. Также поливать отстойной водой не из-под крана, в который добавили пол таблетки активированного угля на 340 мл или пару грамм порошкового фунгицида на 450 мл. Пишите в комментариях, почему у вашего калачика желтеют листья.